Приветствую всех любителей шахмат, сегодня у нас битва чемпионов, белыми играет Гарри Каспаров, черными Владимир Крамник, d4, d5, 1996 год, Каспаров, действующий чемпион мира на тот момент, Владимир Крамник только набирает силы, мощи и обороты, чтобы в 2001 году сразиться за чемпионский титул, следует ход c4, ферзевый гамбит, ну и Крамник отвечает славянской защитой. Все пока стандартно, e6, знаменитый пешечный треугольник, e3, конь d7, слон d3, белые подставляются под взятие на c4, ну и конечно b5 с идеей поставить слона на большую диагональ. Каспаров отводит слона с прицелом на королевский фланг, слон b7, короткая рокировка, белые спрятали короля, черный же король пока надолго, видимо, застрял в центре, a6. e4, Каспаров начинает немедленно игру по центру, пользуясь тем, что нужно, конечно, короля черных атаковать, но Владимир Крамник не пытается как-то сыграть слон e7, слон b4, а в ответ немедленно наносит удар по центру, по пешке d4, c5. d5, пока Каспаров на высоте, выясняется, что брать на поле d5 два раза явно нельзя, потому что последовал бы ход a4, а на c4 можно дать шаг, слон e7, забрать на c4, пользуясь тем, что конь на поле d5 все-таки два раза под боем. Теперь в случае конь c3 bc, и нельзя брать на c4 из-за хода слона 3. Ну, а если сделать рокировку, то как минимум можно побить на b5 два раза, позиция абсолютно выиграна. Ну, побили на b5, побили на a8, в конце варианта слон b5. Вот такая вот интересная могла получиться заварушка, конечно, Крамника таким не удивить, он играет c4, слон отступает, ферзь c7, при случае черные готовы спрятать короля в длинную сторону. Конь d4 создавает давление дважды на пункт e6, конь c5 Крамник прикрывает, компьютер предлагает сделать три нуля и обещает хорошие перспективы, но на самом деле по-человечески, конечно, опасно все-таки. Пешки выдвинуты вперед, и позиция на ферзи в фланге черных очень серьезно ослаблена. Конь c5 подкрепили на e6, b4, вот здесь как раз Каспарову нужно было отдышаться, сыграть все-таки ферзь e2 в духе Крамника позиционно. Профилактически защитить надежно пешку e4 и только потом затевать уже какие-то мощные наступления, атаки. Но b4, наверное, Каспаров в этот момент бросал в сторону Крамника колючие взгляды, хотел атаковать, играть в своем стиле, давить на соперника, создавать немедленно проблемы. Но Крамник бьет на проходе, играет b4, отбрасывая коня белых из центра, конь a4, конь на краю доски стоит плохо. Поменялся еще и на e4 много раз, белые в ответ бьют пешку на e6, но слон d6. Теперь два мощных слона поосматривают в сторону белого монарха, ну и, конечно, нужно считаться с прямой атакой. Взятие на f7, ферзь f7, ферзь Крамника готов идти вперед по маршруту ферзь h5, ферзь h2, замотовать белого короля. Поэтому Каспаров играет f3, ферзь h5. Теперь выясняется, что этого коня брать просто нельзя, потому что черные достаточно быстро добиваются победы. Допустим, взяли на коне f3 с идеей прикрыть хоть как-то белого короля слоны f4, и независимо, куда пойдет король, дали шаг, ну и забрали там на e4 и так далее. Позиция абсолютно выиграна. Поэтому коня брать явно нельзя. Каспаров двигает пешку на поле g3. И вот здесь Крамник, видимо, должен был пойти к конь g3. На взятие сыграть 0-0. На лаге a2 лучший ход за белых побить на поле g3. Возникала достаточно сложная позиция. Оценить ее очень тяжело. У черных два слона, но отсутствует фигура. Возможно, еще, конечно, у них игровая инициатива. Позиция, по мнению движка, равновесие. Но на самом деле достаточно тяжело, конечно, играть. Давайте вернемся к ходу в партии. Крамник немного ошибается в этой ситуации. После хода g3 он делает короткую рокировку. Каспаров радостно бьет фигуру. Действительно, позиция у него теперь неплохая. Ферзь h3. То есть, нужно было, опять же, сыграть ферзь e5, видимо. Главная идея черных в этом варианте на ладья e1. То есть, мы хотели забить пешку на поле e4 и, конечно, матовать. То есть, на g2 либо на h1. Поэтому надо прикрывать пешку. Тогда такой хитрый маневр. Переводим слона на хорошую диагональ. Ставим слона на поле a7. Ладья f7, чтобы не дать возможность объявить шаг. Ну и после хода король g2, ладья d8. Такие вот неприятные связки. У белых слаб король, но лишняя фигура. Непонятно, чем партия закончится. Конечно, опять же, очень интересная игровая позиция, которую мы, к сожалению, не увидели. В партии же последовал ход ферзь h3. Серьезно и неточно. Этих Каспаров должен был сыграть немедленно ферзь e2, чтобы прикрыть при случае собственного короля. Но он играет конь f3 еще хуже крамника. То есть, ферзь h3 была серьезная неточность, а конь f3 просто выпускает выигрыш. После входа ферзь e2 оценка была плюс 3 в пользу белых. Слон g3. Крамник теперь на высоте. Наносит очень коварный удар. Выясняется, что брать этого слона просто нельзя. Ферзь g3. Забрали на e4. Ну и, в принципе, потом идея дать линейный мат. Поэтому Каспаров слона не забирает. Он играет в этой ситуации конь c5. Атакую еще и слона b7. Видимо, лучше было в этой ситуации все-таки не конь c5 пойти, а опять же попробовать как-то ферзя приблизить. После конь c5 ладья f3 опять же удар. И снова за белых нужно было сделать единственный ход. Вот это ладья a2, прикрывая вторую линию хоть как-то. Каспаров ошибается. Забирает на поле f3 ладьей. Ферзь h2. Король отступает. И вот здесь, конечно, Гарри Каспаров просто просмотрел идею Крамника. Дело в том, что, казалось бы, слон на поле b7 просто не играет вне игры. Ну, да, можно было считаться с ходом слон c8, слон h3. Но Крамник играет намного хитрее. Слон идет на поле c6. Казалось бы, такой короткий ход. Но, тем не менее, именно он решает исход партии. Слон попадает на поле b5. Позиция у черных теперь абсолютно выиграна. Прямая атака на белого короля обеспечена. Слон g5, слон b5. Конь идет на поле d3. Ладья e8. Подводим последние ресурсы. Крамник в заключительную часть играет достаточно точно. Ладья a2. Пытается Каспаров откупиться ладьей. Хоть как-то отбиться. И вот здесь, кстати, интересный момент. Видимо, соперники находились в серьезном цейкноте. Крамник не заметил мат в четыре хода. Нужно было побить на d3. Ну, и в случае ферзь d3. Дали шаг. И просто мат. Если же в этой ситуации вы скажете, можно забрать ладьей. Да, ладьей можно. Но все равно шаг. Дали еще один шаг. Король вынужден идти вперед. Ну, и тогда ладья e4 на доске шаг и мат. Вот такая вот четырехходовка забавная прошла мимо Владимира Крамника. Было бы очень эффектно закончить так партию. И посмотреть на лицо Гарри Каспарова. Ну, после хода ладья e8 и ладья a2. Ферзь h1. У белых, правда, и здесь проигранная позиция. Не очень сильно Владимир Крамник выпустил соперника. Взятие на e4. Дали еще один шаг. Король c1. Забрали, наконец, на поле a2. На какой-то момент материальное равновесие на доске по фигурам восстановлено. Каспаров забирает слона на g3. Но шаг. Еще один шаг с поля c3. Король b1. Владья d4. И Гарри Каспаров признал себя побежденным. Дело в том, что следующим ходом угрожает взятие либо ладью, либо слоном коня. Ну, и конь, конечно, отойти никуда не может из-за взятия ферзя. То есть, допустим, сыграть ферзь c1, то как минимум можно забрать ладья d3. На ферзь c3 можно взять пешкой. И позиция у черных явно выиграна, несмотря на наличие разноцветных слонов на доске. Все-таки две отдаленных проходных вряд ли Гарри Каспаров смог бы остановить. Вот такая у нас сегодня партия, друзья. Достаточно интересная атака от Крамника на ровном месте уже с дебюта. И Каспаров не смог проявить себя как защитник. Все-таки он любил достаточно много атаковать, защищаться. Наверное, никто из шахматистов не любит. И здесь он попал под атаку, просто растерялся. Не смог найти верный ход и проиграл. Друзья, если вам нравится, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем добра и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok